Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Натаниэля Брандена «Самооценка. 6 столпов фундаментального счастья. 10 основных фактов». Подпишитесь, пожалуйста, на канал, оставляйте какой-нибудь необидный комментарий, а мы начинаем. Факт номер один. Осознанность как основной инструмент выживания. Эволюционный процесс напрямую связан с расширением сознания. К сожалению, большинство людей живут во сне. По мнению Брандена, расширение сознания является инструментом выживания и напрямую связано с самоуважением. Сам себе лучший друг. Принятие подразумевает полное осознание собственных достоинств и недостатков. Крайне важно осознавать мысли, чувства и эмоции в их истинном проявлении. Не стоит приукрашать действительность, необходимо быть честным с собой, как с лучшим другом. Рациональные цели как принятие ответственности. Постановка реальных целей является одним из аспектов принятия ответственности. Не все мечты исполнимы, возможности могут быть ограничены обстоятельствами. Писатель советует задавать себе вопросы, что я могу исправить в данном случае, как я могу повлиять на ситуацию. Уверенность в поведении. Неуверенного человека, по мнению автора, выдает суетливость и спешка. Уверенный человек не спешит жить, он пребывает в спокойном состоянии, много думает и рассуждает. Пятый факт. Свобода быть собой. Практика самоутверждения означает уважение своих желаний и ценностей, а также поиск способов их реализации. Позвольте себе быть настоящим, снимите маску. Шестой факт. Самооценка не может быть локальной. Во избежание дисбаланса необходимо стремиться к пропорциональному развитию во всех жизненных сферах. Изменить жизнь возможно, но для начала потребуется поменять отношения к ней. Ловушка так надо. Жизнь наполнена рутинными действиями, которые не подлежат обдумыванию, как чистка зубов или склонность засыпать на одном боку. Иногда это дело привычки, следствие обучения или банальное так надо. В такую ловушку можно попасть и на работе. Восьмой факт. Самооценка формируется с детства. Похвала, как и упреки, не способствуют формированию адекватной самооценки у ребенка. Молодым родителям нужно давать чаду свободу оценивать себя самостоятельно, чтобы ребенок учился правильно идентифицировать поступок. Самооценка и отношения. Люди с высокой самооценкой создают здоровые семьи с равноправными отношениями. Наиболее разрушительные связи наблюдаются между партнерами, которые не ценят себя. Единение двух бездн никогда не приведет к вершине. Заключительный факт. Цели наполняют жизнь смыслом. Целенаправленная жизнь – главный столб самооценки, на котором держатся все остальные. Наличие целей говорит о проактивной жизненной позиции. Стремление достичь желаемого является мощным источником энергии. Если сейчас главная цель отсутствует, можно стремиться к ее обретению, что уже является смыслом. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании, сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заказываем новые обзоры и читаем книгу Натаниэля Брандена «Самооценка. 6 столпов фундаментального счастья» вместе с «Читай быстро».